В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа, в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В развилке открылись два новых корпуса детского сада «Сказка». Очень красивое, светлое, уютное помещение, яркие игрушки. В муниципалитете стартовал осенний призыв. В рамках «Дня сердца» в Видновской библиотеке прошла встреча с кардиологами ВРКБ. Полезные, интересные встречи, нужно проводить их больше. В жилом комплексе «Римский квартал», который расположен в поселке Развилка, открылось сразу два детских сада. Хотя, если говорить точнее, у Развилковского сада «Сказка» появилось два новых корпуса. Вместе они рассчитаны на 240 мест. Посмотрел на новые и, кстати говоря, не совсем обычные корпуса наш корреспондент Максим Козлов. Проблема мест в детских садах актуальна для многих подмосковных муниципалитетов, где ведется активное жилое строительство. Теперь в Ленинском городском округе проблем у пап и мам дошколят станет меньше. На официальное открытие двух новых корпусов детского сада «Сказка» собрались местные жители, руководство муниципалитета, представители духовенства и депутаты округа. Выступивший перед собравшимися глава Ленинского городского округа Алексей Спаский рассказал, что скоро будут открыты еще один детский сад и школа в пригороде Ресное и пристройка к Виднувской гимназии. Есть планы и по развитию развилки. Касаемо этого микрорайона и Римского квартала, и, собственно, поселка Развилка, хочу доложить о том, что в государственной программе, то есть за счет средств местного бюджета и бюджета Московской области, запланировано строительство большого детского сада еще на 340 мест и очень большой школы на 1350 мест. И поэтому нашему строительному блоку и социальному блоку, который здесь присутствует, необходимо в этом году отторговаться с тем, чтобы в 2022-2023 годах закончить данные мероприятия. Представитель компании-застройщика передал директору детского сада символичный ключ. Затем глава муниципалитета вместе с одной из хозяек дошкольного учреждения перерезал красную ленту, после чего для почетных гостей устроили небольшую экскурсию. Все технологическое оборудование, все соблюдено, все в норме, все работает, все цеха, все как положено по санкету. Каждый из двух корпусов рассчитан на 120 мест. Их общая площадь почти 4000 квадратных метров. Уже сейчас в эти детские сады принято 163 ребенка, то есть существует много свободных мест. Параллельно новые корпуса показали родителям. И тем, кто уже привел сюда своих детей, и тем, кто только готовится. Увиденным они остались довольны. Новый садик, чисто, красиво, аккуратно. Очень хотелось бы туда пойти, попасть. Детям будет хорошо там. В корпусах детского сада предусмотрены групповые помещения, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. Оборудованы спортивные и музыкальные залы. Каждый корпус имеет полностью оснащенный пищеблок, медицинский кабинет и прачечную. Очень красивое, светлое, уютное помещение, яркие игрушки. Очень радует, что коридоры широкие, просторные. И я думаю, что дети сюда будут ходить с удовольствием. На улице расположены прогулочные веранды, малоигровые формы, спортивные площадки для физкультурных занятий на свежем воздухе. По периметру здания установлена система видеонаблюдения. Для маломобильных групп граждан в учреждении создана безбарьерная среда. Это встроенные, пристроенные детские сады, располагающиеся на первом и втором этаже жилого дома. Но хочу отметить, что для жителей, которые здесь живут, это, несомненно, является большим удобством. То есть фактически спустились с подъезда в лифте вниз, и вы попадаете сразу в сказку. Учреждение обеспечит жителей микрорайона доступным дошкольным образованием и будет способствовать ликвидации очередей для детей от двух до семи лет. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В конце сентября во всем мире отмечают День сердца. Праздник, призванный привлечь внимание к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках этого события в Видновской библиотеке прошла встреча с заведующим кардиологическим отделением ВРКБ Дмитрием Орловским. Подробности в нашем следующем сюжете. Уже 20 лет подряд во всех странах 29 сентября отмечают Всемирный День сердца. В России с этой датой стартует национальная неделя здорового сердца, в течение которой проводятся образовательные мероприятия. В Видновской библиотеке в рамках праздника прошла встреча с ведущими кардиологами муниципалитета. На встрече мы предполагаем рассказать о наиболее важных факторах риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний, о возможности снижения этих факторов, о необходимости самоконтроля пациентов в первую очередь за образом жизни. Сердечно-сосудистые заболевания по распространенности занимают первое место в мире. Смертность от них также в лидерах. И с каждым годом, к сожалению, эти заболевания только молодеют. Первые симптомы – это боли в грудной клетке, которые возникают чаще всего при физической нагрузке, одышка, возникающая при физической нагрузке, главные боли, которые связаны с подъемом давления. Кардиологи рассказали о способах диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Виновской районной клинической больнице, о том, что должно находиться дома в так называемой аптечке первой помощи, и ответили на вопросы. В конце официальной части все желающие смогли получить индивидуальную консультацию у врачей-кардиологов, а также проверить свое здоровье. Посетители библиотеки могут пройти экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию, на антитела, измерить артериальное давление и уровень сахара в крови. Присутствующие на мероприятии местные жители уверены, такие встречи следует проводить как можно чаще. Полезные, интересные встречи, нужно проводить их больше. Очень-очень для меня польза была большая. Я много взял здесь. Подходила к персональных врачу, спросила то, что меня интересует, он мне все объяснил. Так что для себя польза большая. Во-первых, тест, что меня очень волновало, провели. И я спросила вопрос, который меня волновал. Оказывается, к сердцу не относится, и я успокоилась хоть одну. Что у меня сердце, у меня нормальное. Главными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний врачи называют гиподинамию, неправильное питание и образ жизни, стрессы и несоблюдение рекомендаций докторов. Подобные беседы – повод рассказать как можно большему числу людей о том, что свести риск возникновения таких заболеваний к минимуму может каждый. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе сегодня началась осенняя призывная кампания. Десяткам новобранцев предстоит посетить военкомат, чтобы пройти медицинское обследование и предстать перед комиссией. Об особенностях призыва в период пандемии расскажет Юлия Погасьян. Этот призывной год не похож на остальные. Причина – эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. В военкомате повышенные санитарные меры. Члены комиссии – новобранцы в масках. Обязательное измерение температуры. Всем призывникам на месте делают прививку от гриппа. Тест на ковид у отобранных ребят будут брать в военном комиссариате Московской области. Непосредственно перед отправкой в части. Физическое состояние юношей проверяют члены медицинской комиссии. Здесь работают терапевт, хирург, окулист, отоларинголог, дерматолог и психиатр. Кстати, задача последнего – определить моральные качества новобранца. Вот когда в школе учился по делам несовершеннолетних, не разбирался? Нет. Из дома учил до пробеги? Нет. Никогда не было. Служба в армии сильно изменилась. Теперь у новобранцев есть выбор – отслужить всего год, но там, куда направят, или два года, при этом самостоятельно выбрать род войск. Речь идет о службе по контракту. За нее предусмотрено еще и приличное жалование. Это в пределах около 30 тысяч, полное государственное обеспечение, это продовольствие, военная форма одежды, проживание. Если он хочет вне воинской части проживать, за пределами, то, соответственно, он регламент служебного времени, военнослужащий утром должен прибыть в строй, и вечером, соответственно, после службы может уходить домой. Артур Поляков по контракту служит уже несколько месяцев. Его часть находится в Домодедовском городском округе. Здесь же его дом. Говорит, служба по контракту – лучшее, что придумали за последнее время. Это очень удобно, поэтому в армию молодой человек шел с удовольствием. В вооруженных силах Российской Федерации проявляется человеческая сущность. Если человек пришел уже туда положительно заряженным, и сам по себе он располагает хорошими человеческими качествами, то армия действует в него положительно. Она раскрывает организаторские способности, силу воли, дисциплину. Поэтому я всем ребятам лично от себя рекомендую служить в армии. Здоровых молодых людей стало больше. Об этом свидетельствует статистика последних лет. Порядка 80% призывников готовы к службе в армии. Медицинское обеспечение улучшилось гражданам. И, соответственно, спортивные сооружения появились в городских округах. Дворовый спорт. Но люди следят за своим здоровьем. Соответственно, в этом плане, да, у нас призывники намного здоровее, чем раньше были. Призывная кампания продлится до 31 декабря. В основном ребят распределят военные части западного округа в сухопутные войска. Но будут и те, кого направят в престижные войска. Например, президентский полк или преображенский. Все зависит от уровня образования и физической подготовки новобранца. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. На территории Московской области проводится региональный социальный раунд по безопасности дорожного движения «Засветись», направленный на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. В его рамках прошла акция «Возьми ребенка за руку». Вместе с юными инспекторами дорожного движения и школой номер 7 напоминала ПДД прохожим и наша съемочная группа. Нерегулируемый пешеходный переход на проспекте Ленинского комсомола рядом с детской поликлиникой. Здесь всегда активное движение как машин, так и пешеходов. Именно тут прошла акция «Возьми ребенка за руку», в которой приняли участие сотрудники ОМВД России по Ленинскому городскому округу, юные инспекторы дорожного движения и школы номер 7 и рабочие дорсервиса. Данное мероприятие направлено на работу с пешеходами, с родителями детей, которые переходят в проезжую часть по пешеходному переходу во избежание травматизма, чтобы брали детей, держали за руку. Акция проходит в рамках регионального социального раунда по безопасности дорожного движения «Засветись». Действующего на всей территории Московской области. Юные инспекторы дорожного движения раздали прохожим листовки напоминания, а сотрудники ОМВД подарили юным пешеходам свето-возвращающие наклейки. Виновчане уверены, такие акции проводить нужно. Чтобы мамочки все знали, как надо переходить дорогу. Это безопасно, и вообще детей надо приучать в раннем возрасте. Ученица 6-го класса Видновской школы номер 7 Аня Архипова юным инспектором дорожного движения стала всего год назад. Своим званием она гордится и считает, что занимается очень важным делом. Потому что некоторые люди не соблюдают правила, и из-за этого случаются не очень приятные ситуации. А если все будут соблюдать, все будет хорошо. Мне нравится ходить на мероприятия, общаться с детьми, рассказывать, что это правила дорожного движения. Под чутким руководством сотрудников дорсервиса юные инспекторы дорожного движения прямо перед зеброй нанесли на асфальт дорожные знаки-напоминания, которые гласят «Держи ребенка за руку». Сверху присыпали специальным светоотражающим порошком, чтобы знак был виден и в темное время суток. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно-ТВ. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» представляет собой основу физического воспитания населения. В перечень соревнований включена и стрельба из пневматической винтовки. Именно этот норматив сдавали учащиеся видновских школ на стадионе «Металлург». Подробнее об этом виде тестирования ГТО расскажет наш корреспондент Наталья Буслаева. Более 30 человек пришли в последний день сентября в центр тестирования ГТО, расположенный на стадионе «Металлург», проверить свои силы в стрельбе из электронного оружия. Испытание проводится с полной имитацией процесса выстрела. Из положения сидя с опорой локтями о стол на дистанцию 10 метров. Результаты фиксируются на компьютере. При сдаче этого норматива ГТО применяется аналог пневматической винтовки, но здесь слабее отдача. Три пробных выстрела, пять зачетных. Общее время на сдачу теста не ограничено. На золотой значок нужно набрать 30 очков. Тестирование по стрельбе не входит в число обязательных, но его можно выполнить по выбору. Это популярный норматив ГТО. Люди приходят его сдавать неоднократно, и всем нравится. Никто не расстраивается, если с первого раза не получается выполнить. С удовольствием приходят на следующей неделе. Раз в неделю у нас есть даже такие люди, которые по пять-семь раз, и наконец у них получается. Принять участие в сдаче этой дисциплины могут дети с 11 лет. Именно столько исполнилось Софии Ломаковой. Девочка уже во второй раз проходит испытания в центре тестирования. Я очень люблю стрелять. Я много стреляла, мне очень нравится. У меня уже один золотой значок есть. Я планирую пять золотых значков получить. Учащийся видновской школы номер семь Константин Ольмяшев пришел на стрельбу впервые. И, как говорится, новичкам всегда везет. Первым выстрелом попал в десятку. В итоге набрал 30 очков. Я не готовился, но я до этого стрелял уже и в тирах, и из пневматических интологов. Для многих старшеклассников сдача норматива в ГТО, в том числе и по стрельбе, преимущество при поступлении в высшие учебные заведения. Например, некоторые вузы дают дополнительные баллы абитуриентам, обладающих золотыми значками. Я планирую поступать в колледж, после девятого уйду. Планирую поступать на педагогический, по тренеру. Мне хотелось самому сдать, проверить свои силы. И для экзаменов хорошо. Некоторые ребята отмечают, что главное препятствие для сдачи – это волнение, с которым не всем удается справиться. Мешает, мне кажется, эмоции свои. Ты нервничаешь, когда, например, когда мы сейчас стреляли, когда ты нервничаешься, у тебя руки много трясутся, и это как бы мешает. Пройти тестирование по стрельбе могут все желающие. Стоит только предварительно записаться. Мы стараемся сейчас делать, вот уже школьное время началось, всем, конечно, нужны знаки, поэтому мы стараемся раз в неделю делать. Ну вот пока ориентируемся на среду. Можно предварительно подать заявку на нашу электронную почту и приходите в день сдачи. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова